Двенадцатое. Берегите и улучшайте свое окружение. Хорошо выглядите. Иногда некоторым людям просто не приходит в голову такая идея, поскольку им не нужно постоянно смотреть на себя со стороны. Они являются частью того, что видят вокруг себя другие. А некоторые не осознают, что другие судят о них по внешнему виду. Хотя одежда может стоить дорого, мыло и другие предметы туалета не так уж трудно приобрести. Рекомендации по способам ухода за собой иногда бывает трудно отыскать, но эти способы можно разработать самому. В некоторых обществах, совершенно не цивилизованных и сильно деградировавших, может быть даже модно выглядеть так, что это оскорбляет чувства окружающих. В действительности это лишь признак отсутствия самоуважения. Конечно, работая или занимаясь спортом, можно сильно перепачкаться. Но это не значит, что нельзя потом привести себя в порядок. Можно привести в пример некоторых европейских и английских рабочих, которые аккуратно выглядят даже во время работы. Некоторые известные спортсмены хорошо выглядят даже несмотря на то, что пот катится с них градом. Окружающая обстановка, обезображенная присутствием неопрятных людей, может оказать скрытое подавляющее воздействие на моральный дух человека. Поощряйте окружающих заботиться о своем внешнем виде. Для этого делайте им комплименты, если они выглядят хорошо, или даже деликатно помогайте им, если им это не удается. Это может повысить их самоуважение и моральный дух. Содержите в чистоте и порядке свое жилье и рабочее место. Когда люди содержат в беспорядке свое имущество, жилье и рабочее место, это может отрицательно отразиться и на вашем имуществе. Если люди не в состоянии заботиться о своем жилье и вещах, это говорит о том, что они чувствуют себя здесь чужими и на самом деле не считают себя хозяевами своих вещей. Возможно, в детстве им дарили подарки, ставя при этом слишком много условий и делая слишком много предостережений. Или же эти подарки отнимали у них братья, сестры или родители. И, возможно, эти люди не почувствовали себя подлинными хозяевами подарков. Один внешний вид личных вещей, комнат, рабочих мест и автомобилей, принадлежащих таким людям, говорит о том, что в действительности все это не является ничьей собственностью. Более того, иногда можно наблюдать, как люди испытывают прямо-таки ненависть к вещам. Одно из проявлений этого – вандализм. Дом или машина, которые никому не принадлежат, вскоре уничтожаются. Те, кто строят и пытаются поддерживать в хорошем состоянии жилье для бедных, часто оказываются в растерянности от того, что оно так быстро приходит в упадок. Бедные по определению владеют немногим или вообще ничем не владеют. Подвергаясь различным притеснениям, они к тому же начинают чувствовать себя чужими. Но те, кто не заботятся о своем имуществе и жилье, независимо от того, богаты они или бедны, и независимо от любых других причин, создают беспорядок в жизни окружающих. Уверен, что вы можете вспомнить примеры этого. Спросите таких людей, что им действительно принадлежит в жизни. И действительно ли они находятся на своем месте. И вы получите самые поразительные ответы. И это, кстати, очень поможет таким людям. Можно научить человека приводить в порядок свою собственность и помещение, где он живет и работает. Для кого-то может оказаться неожиданной мысль о том, что взятую вещь надо затем вернуть на место, чтобы потом ее можно было опять найти. Некоторые тратят половину своего времени лишь на то, чтобы отыскивать необходимые вещи. Несколько минут, потраченных на наведение порядка, окупятся, когда работа пойдет быстрее. Это не напрасная трата времени, как некоторые думают. Чтобы уберечь свою собственность и помещение, где вы работаете или живете, убедите других поступать также по отношению к их собственности. Помогайте заботиться о нашей планете. Мысль о том, что каждый несет свою долю ответственности за судьбу планеты и должен помогать о ней заботиться, может показаться слишком грандиозной, а некоторым людям и совершенно нереальной. Но сегодня то, что происходит на другом конце света, даже так далеко, может повлиять и на то, что происходит у вас дома. Недавние открытия, сделанные в ходе космических исследований на Венере, показали, что наша планета может прийти в такой упадок, что жизнь на ней станет невозможной. И это может произойти уже на вашем веку. Вы рубите слишком много лесов. Загрязните слишком много рек и морей. Загрязните атмосферу, и нам всем конец. На поверхности земли может стать жарко, как в печке. И дожди могут превратиться в поток серной кислоты. Все живое может погибнуть. Вы можете спросить, даже если это действительно так, я-то что могу поделать? Что ж, если бы люди хотя бы просто выражали свое неодобрительное отношение к тем, кто загрязняет планету, это уже был бы какой-то вклад в дело ее охраны. Даже если бы человек просто считал, что разрушать планету нехорошо, и высказывал свое мнение вслух, он уже делал бы что-то полезное. Забота о планете начинается с заботы о дворе перед собственным домом. Затем она распространяется на те места, через которые лежит ваш путь в школу или на работу. Она распространяется на места, где человек устраивает пикники или проводит отпуск. Мусор, засоряющий окрестности и водоемы. Сухой кустарник, готовый загореться. Человек не должен способствовать возникновению всего этого. А если у него выпадает свободное время, он может сделать что-то, чтобы избавиться от этого. Может показаться, что посадить дерево – это слишком мало, однако это уже кое-что. В некоторых странах пожилые люди и безработные не сидят, сложа руки, страдая от безделья. Их привлекают к работе по уходу за садами, парками и лесами и к сбору мелкого мусора, чтобы сделать окружающий мир более красивым. Человеческих ресурсов для заботы о нашей планете более чем достаточно. Их, как правило, просто не замечают. Можно вспомнить, что Гражданский корпус охраны окружающей среды, созданный в США в 30-е годы 20 века, для того, чтобы найти применение энергии безработных офицеров и молодежи, был одним из немногих, если не единственным проектом эпохи депрессии, которые дали стране гораздо больше, чем было вложено средств. Корпус вновь засадил лесами огромные территории и сделал много других полезных дел на той части планеты, которую занимают США. Мы видим, что корпуса больше не существует. Вы можете хотя бы высказать свое мнение о том, что стоит организовывать такие проекты и поддерживать законодателей общественного мнения и организации, которые занимаются работой по охране окружающей среды. Нет недостатка в технологиях, но и технологии, и их внедрение стоят денег. Деньги появляются тогда, когда государства придерживаются разумных принципов экономической политики, которые не направлены на то, чтобы наказать всех и каждого. И такие принципы существуют. Есть много способов внести свой вклад в заботу о планете. Человек начинает с мысли о том, что он должен это делать. Затем он делает следующий шаг. Он говорит другим, что и они должны. Человечество достигло такого уровня развития, что оно способно уничтожить планету. Теперь надо поднять его до такого уровня, на котором оно стало бы способным спасти ее. И начало действовать в этом направлении. Ведь в конце концов планета – это то, на чем мы стоим. Если другие люди не будут вносить свой вклад в охрану и улучшение того, что нас окружает, то может случиться так, что негде будет прокладывать дорогу к счастью. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...